Луки 1 главе. История встречи Елисаветы и Марии. Они обе были беременные, и Святой Дух там присутствовал. И там было четыре человека. Мария, Елисавета и два ребёнка. И вот они встретились, что-то произошло, и потом Мария говорит. «Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге-спасителе моём». У нас есть такая книжечка, я сейчас это просто свидетельство, сейчас рассказываю такое, свидетельство и отчёт о прочитанной книге и проделанной работе. Эта книга называется «Благословляя твой Дух». Её нам, Вике с Костей, подарила Кристина Поттер. Дон и Кристина Поттер, которые из Моннин Стар. В общем, у нас есть, так сказать, фанаты. Вот, когда они были в гостях там, по дороге к Бобу Джонсу. Палимся Господом и Его благоволением. Вот, Кристина подарила эту книжку и несколько наборов дисков Вике, и сказала, что она думает, что то, о чём здесь идёт речь, это к нам тоже имеет отношение, и что для того, кто мы есть в Боге, это нам будет очень полезно. Правильно я передаю, да? Вот. Ну и, короче, на основании того, что я знаю английский язык, мне была передана эта книга на временное, так сказать, ознакомление. Вот, и вот, что я хочу вам рассказать. Я прослушала диски, книгу не всю прочитала, но частично использовала. Вот. Хочу сказать, что это вообще супер. И это что-то, что действительно к нам большое отношение имеет. Вот. Потому что вообще, можно сказать, даже это служение, оно началось из молитвы Духа. Ну, да? Да. Вот. И, ну, очень, ну, как есть, некоторые части тела Христа, которые считают, что когда мы молимся Духом, это значит, мы молимся на языках. Вот. И есть для этого, так сказать, основание библейское, что действительно, когда мы молимся Духом, мы молимся на языках. Но я хочу сказать о том, что мы можем молиться Духом не только иными языками. Да. И что, ну, как есть Дух, есть Душа и есть Тело. И что и наш Дух, и Душа, и Тело, мы можем, так сказать, переживать присутствие Бога. И Бог может воздействовать на наш Дух, на нашу Душу и на наше тело. Вот. А в самом начале этой книжки вот такая есть история. Ну, как бы. Давайте представим себе две картинки. Первая картинка — это ребёнок, у которого, например, церебральный паралич. Ну, то есть у него есть ограничения в его физическом теле. Вот. Ну, если мы посмотрим на его Дух, то его Дух, он имеет способность стать великим. И его Дух имеет возможность и способность быть, как расти, созидаться и развиваться, и стать великим. Но его Дух, он как бы, ну, в плену этого тела, которое ограничено, да? Ну, то есть это первая картинка. А вторая картинка — это, например, человек, у которого Дух такой, знаете, тоненький, худенький, чахленький, дряхленький. И такой, который, знаете, как еле-еле выжил. То есть он как бы живой, ну, он живой, но он такой малоразвитый. Вот. Но Душа у этого Духа, она с размера борца с умом, да? Такой, он большой весь, такой вот сильный, крепкий. И хочу сейчас сказать, что, ну, мы не говорим против Души. Мы почитаем Душу. И вы знаете, что здесь у нас, ну, мы знаем и ценим Божие исцеление Души. И это прекрасно. Иисус умер и воскрес, чтобы жила Душа. Вот. Но когда мы сейчас говорим и даём значимость Духу, ну, мы говорим о том, что Душа, она важная и нужная, вот. Но вместе с этим её достойное место — это в послушании Духу. И место нашему Духу — это в послушании Духу Божьему. Точно так же, как есть местописание, которое говорит, что каждой жене глава муж, а мужу — Христос. Ну, ну, впрочем, говорю не о мужей жене, а о церкви, да? Вот. Но также это говорится о нашем Духе, что точно так же, ну, как у нас есть Дух, Душа и Тело. И был когда-то такой исторический момент в большом зале во время молитвы, вот. Когда мы провозгласили, что Душа, она молодец, но она у нас будет слушаться Дух. А Дух у нас будет слушаться Дух Христов. То есть мы провозгласили, что это та культура, те ценности, которые мы хотим, чтобы здесь развивались. Так вот, эта книжка — это практическое руководство о том, как развивать Дух. Вот. Она, собственно, говорит, состоит из вступления о том, что Дух может быть развитый или не развитый. Вот. И потом также есть приглашение в изучение Библии разных мест, где говорится о Духе. Ну, что может наш Дух? Он может возликовать, возрадоваться, он может быть унылым, он может быть сокрушённым. Дух может нас поддержать в немощах наших. То есть разные-разные моменты. И на основании Слова Божьего мы можем обращаться к Духу. Вообще эти все изыскания, этот человек Артур, Артурчик, Артур Борк, значит, он был в своё время пастором. И просто к нему подошли однажды, попросили помолиться за беременную женщину, у которой там сложности были с беременностью. Вот. Ну, как пастор, естественно, он пошёл помолиться. Вот. И он увидел, когда он молился за ребёнка, что какие-то вещи стали происходить. Потом его ещё раз позвали помолиться за ребёнка в утробе, там ещё раз позвали. В общем, и в результате этих всяких молитв каким-то образом он натолкнулся на то, чтобы в молитве молиться не о ребёнке, а молиться, в своей молитве обращаться к ребёнку, то есть говорить его Духу. Вот. И когда он увидел потрясающие результаты вот этих молитв, он такой ещё интересный человек, он много исследований делает, и он изучает такие вещи, которые, знаете, как нетрадиционные. То есть вот… Нетрадиционные. То есть Господь ему даёт откровение какое-то, и он его раскапывает, в Библии подкрепляет, в общем. И вот интересно, он рассказывал, что вот те дети, за которых они молились, у них там уже статистика образовалась, что эти дети, которых благословляли, то есть обращались к их Духу, призывали Дух к обниманию и обращались к Духу, что есть статистика, что дети, которые были рождённые, они имели жажду по Богу большую в отличие от других детей. Эти дети, у них был более высокий моральный стандарт, ну как… И они имели духовное развлечение. То есть, допустим, если в комнате что-то происходило, например, мама по телефону разговаривает с папой, ну и какие-то вещи обсуждают те, которые маленькие дети не могут понять. То есть когнитивно, ну не на уровне когнитивно, но на уровне Духа, ребёнок понимает и говорит, «Мама, это не надо делать, так не надо делать, ну это плохо, так лучше не делать». Ну то есть, и это реально было, ну как различаемо, что это Дух ребёнка, ну как имел развлечение. И потом ещё они увидели, что эти дети, они становились ходатаями, то есть даже будучи совсем маленькими, ну они не просто, когда мама говорит, давай помолимся, а просто вот сам Дух внутри их поднимал молитву и давал водительство Духа Святого, как молиться, ну маленькие там детки. И ещё у этих детей была очень крепкая связь между родителями и детьми. И у них была сильная воля, то есть вот эта крепкая воля. То есть, ну это просто исследования, которые в начале этого, так сказать, учения произошли. Вот, и суть того, что мы можем растить свой Дух посредством того, чтобы говорить Ему благословение. То есть, всё начинается с того, что ты обращаешься к Духу и говоришь, например, «Надежда, я сейчас обращаюсь к твоему Духу, я призываю твой Дух ко вниманию, и я говорю тебе, что ты пришёл от Бога, ты имеешь благословение». То есть, и я говорю, что я говорю сейчас с твоим Духом. И я могу сказать, что Душа, мы почитаем тебя, мы просим сейчас дать возможность Духу послушать. Дух, послушай истину Бога. Бог возлюбил тебя, Он сотворил тебя, Он познал тебя ещё до основания мира. Он не обязан был рождать тебя, но Он захотел, и Он сам думал о тебе. Он прекрасный дизайнер, и то, как Он сотворил тебя, Ему очень нравится. Дух, радуйся о том, что Бог любит тебя, я благословляю тебя. То есть, это вот пример такого благословения. Вы, может быть, почувствовали, когда я начала говорить к Духу, что что-то тоже произошло с вашим Духом, да? Такое. Ты тоже, да, почувствовала? Да. Вот. Возрадовался. Возрадовался. Вот. И, значит, также вот в этих кассетах было очень много свидетельств. И вот порой у нас нет возможности, ну, как вот просто сказать, вот, Дух, я обращаюсь к тебе, да? Вот, ну, разные ситуации есть. И там были свидетельства одной женщины, которая работала в психиатрической больнице. И это была психиатрическая больница, которая была государственной. И там нельзя было говорить о Боге, нельзя было говорить о Духе. Вот. И, ну, этот конкретный пациент, он её сильно доставал. Ему причудилось, что они когда-то раньше были женатыми. Вот. И ещё ему казалось, что землетрясение и весь мир разрушается. Вот. И он постоянно её доставал. Вот. Спасибо большое. Да. Ну. Вот. Ну, и, в общем, уже всё, что могли, сделали, все лечения ему провели. Ну, и уже должны были последние сделать это как шоковая терапия. Ну, то есть, конкретно просто его, ну, как вырубать. Вот. Ну, а, естественно, это не Божие, ну, как сердце, чтобы людей вырубать. Их надо лечить. Вот. Но государство уже не знало, что с ним делать. А эта женщина, она, ну, как некоторое время уже практиковала вот это вот благословение Духа, развитие Духа. Вот. Пришла к Артуре, говорит, Артур, что мне делать? Он говорит, ну, что, тебе придётся с ним выйти в контакт Дух к Духу. Вот. И она такая, ну, ладно, хорошо. Вот. И единственное, что она могла сделать, это просто как вот встретиться с ним и смотреть ему в глаза. Потому что глаза — это как ворота, да, как двери Духа. Гейтс. Вот. И она ему смотрела в глаза, и она просто сказала ему истину. Мы никогда с тобой не были женаты. И нет сейчас никакого землетрясения, всё в порядке. Его лечили 30 лет. Но когда она ему Духом-Духом сказала, его Дух, он принял эту истину, и его Дух повлиял на его разум, на его ментальность, на его психику, то есть на все остальные части его тела. Вот. И то, что доктора не могли сделать 30 лет, ну, его, короче, попустило. Настолько его попустило. А это было самое-самое сложное заведение. Вот. И он периодически потом сам приходил к медсёстрам, чтобы ему посмотрели в глаза. Он такой говорит, я пришёл, мне надо, чтобы мне в глаза посмотрели. Ну, и она ему что-то говорила, какие-то, ну, как созидала его Дух. Вот. Потом его перевели в заведение, ну, более лёгкого режима, но там его никто в Дух не говорил, в благословение. Поэтому его периодически срывало и возвращали его в это заведение. Ему там снова служили, ему говорили Духом. Вот. Ну, в результате через несколько лет ему настолько уже стало лучше, что даже его готовы были уже отпустить, ну, как бы на домашнее, ну, как, ну, домой, короче, чтобы не быть уже в заведении. То есть это вот реальное свидетельство. Другое свидетельство — это учителя. Учителя, которые, например, работают в школах, и там они тоже не могут сильно там про Иисуса налево и направо. Вот. И, допустим, если у них в классе заведено, что периодически ученик, допустим, если он там плохо себя ведёт, с ним что-то происходит, там, допустим, он там волнуется как-то, что учитель может его, ну, вызвать и посмотреть ему, допустим, там пару секунд в глаза. Вот. Если это уже есть как практика в классе, это, в принципе, можно завести сразу, сказать, дети, давайте договоримся, что если вдруг вот такая будет ситуация, ну, я вас вызову, я посмотрю вам в глаза, скажу пару слов, ну, и тогда дам вам 3 минуты успокоиться. Вот. И тоже вот эти свидетельства, что дети, которым верующие люди, они от духа в дух говорили, то действительно их дух рос, и, ну, их поведение в классе изменялось, и, ну, короче, есть свидетельства, что это работает. Вот. Другое свидетельство о женщине, которая молилась, которая благословляла своего мужа, его дух, разные благословения. Допустим, в этой книге есть на 40 дней благословения от Отца. Почему? Потому что именно наш дух, он нуждается в том, чтобы услышать о нашем законном существовании, о нашей законнорожденности. И именно наш дух, он нуждается услышать о том, кто я, кто мы. И вот эти благословения, которые мы можем говорить нашему духу, по идее, изначально было бы хорошо, чтобы мы это с самой утробы услышали. Но, it's okay, мы можем всегда наверстать упущенное. Если мы это не услышали тогда, мы можем это услышать сейчас. Ну и вообще, это супер. Вот. И когда мы говорим, когда мы слушаем духу, мы можем, ну, первое, это призвать дух ко вниманию. Второе, мы можем говорить слова, которые подкрепляют или утверждают ценность духа. И его законность, и его отожествление. То есть говорить слова Бога для духа о том, кто он есть, говорить Божью истину. Например, вот ты можешь сказать, я призываю твой дух ко вниманию, послушай Слово Божие тебе. И ты говоришь Слово Божие. Вот. И ещё есть 21 благословение на 21 день, как можно благословлять и растить дух, питать дух, через благословение именами Бога. То есть, например, ты можешь благословлять именем Игова Ира. И разные аспекты, которые в этом имени есть, ты можешь благословлять. Так вот, эта женщина про мужа, значит, она его благословляла, его дух, а там была ситуация, что он был болен. И Господь сказал этой женщине, после того, когда она обратилась к его духу, поговорила о его значимости, о его законности, правомочии, потом она обратилась к духу и сказала, «Дух, исцели тело». Это было конкретное откровение этому конкретному человеку так конкретно помолиться за своего мужа. И в результате его тело исцелилось. То есть, это было конкретное свидетельство. Есть местописание. Вот, сейчас, может, все записано. Это притча 18-14. Говорит о том, что дух человека переносит его немощи. Это одно из местописаний, на котором, ну, как они потом, знаете, как они экспериментировали, а потом, а потом, а потом сформировали теологию. Вот. Ну, Артур говорит о том, что нам надо быть очень аккуратными в том, когда мы говорим духу, что ему делать, но чтобы не переступить грань колдовства. Мы можем безопасно говорить духу, обернуть свое лицо к Богу, посмотреть на Бога. Мы можем говорить духу безопасно, послушать Слово Божие к тебе и говорить Слово Божие в Духе Божьем. Вот. И он говорит, что давайте вы сначала пару лет попрактикуйтесь говорить духу благословения и благословлять его, а потом, если Господь вас будет вести что-то другое, давать инструкции духу, то тогда уже, ну, вы будьте аккуратны, и это вообще очень редко бывает, что необходимо. Уже сам факт, что мы, как признаем существование нашего духа, и сам факт, что мы даем ему пищу для роста, это уже оснащает дух совершать его действия, которые ему нужно совершать. То есть нам не нужно духу говорить, что делать. Дух сам, когда он крепкий и укреплённый Богом, он вместе с Богом сам разбирается, что ему делать. и я хотела бы, если вы не против, хотела бы одно из этих благословений, я его даже на русском написала, я бы его могла бы благословить нашей духе. Я практиковалась, благословляя саму себя, так интересно вообще, вот, то есть можно даже саму себя благословлять. Вот, причём интересно, что когда я говорила, то моё имя в духе звучит с этим произношением Шерон Гонзалес. И причём даже я это написала, говорю, Шерон, так интересно, я когда благословляю свой дух, моё имя по-английски звучит, как ты его говоришь. Вот, она такая, интересно. Ну, когда я размышляла об этом, да, но когда я размышляла об этом, я поняла, что Шерон, она говорила в мой дух, ну, и мой дух, он знает моё имя по-английски, потому что Шерон говорила моему духу. Вот, так интересно. А ещё, перед тем, как я начну читать, такой момент скажу, что я тоже, ну, как, я на днях размышляла о том, что я часто, когда вижу маленьких детей, я, я с ними на английском разговариваю, причём мне всё равно, понимают они или не понимают, потому что я говорю, ну, духом к ним. то есть я спросила, господи, почему я с детьми на английском всё время разговариваю? Вот, и я увидела, что это потому, что я духом своим говорю в их дух, ну, то есть я говорю на английском, да. был момент, когда, сколько-то лет тому назад, я обратила внимание, что, ну, я долго переводила, ну, как во время молитв, там, а потом уже начала сама молиться за людей. И я заметила, что, когда я молюсь за людей, по-русски, то, ну, мой дух, он не сильно развитый. А вот, когда я по-английски молюсь, я чувствую силу духа. И я такая, Господь, ну, почему это такой вопрос? Ну, почему так это чувствуется? Ну, я верю, мне Господь показал, потому что, ну, мой дух, он рос по-английски. Ну, то есть его благословляли на английском, за него молились по-английски. Я читала Библию, то есть Слово Божие, мой дух получал тоже на английском, в большинстве своих случаев. То есть получается, что был сезон, когда вот у меня отношения с Богом были в основном только на английском. Вот. А потом я поняла, что как-то это, наверное, я бы не хотела остаться только в этой зоне. И я на моем первом СОЗе, это был мой первый просьба, что Бог, я бы хотела с тобой иметь отношения, ну, не только на английском. Да. Делось еще то, что он говорил, что когда он служил у людей, это отзывалось, как он жалейший был служил души. А, да, 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 спасибо. Это я забыла. Вот. И еще вот, как Вика только что сказала, что Артур, он заметил, что, допустим, есть, ну, как служение, консультирование, да, и вот очень часто есть люди, которые нуждаются в консультировании, причем в глубоком консультировании. Вот. В многолетнем, там, консультировании. Вот. И то, что Артур говорит, он говорит, что когда ко мне приходят люди, и они начинают служить их душе, служить их душе, потому что я знаю, что если я послужу их духу, то исцеление души, оно будет намного качественнее и намного быстрее. И еще то, что он говорит, что когда ко мне приходит человек, я не смотрю на его израненность и где ему нужно исцеление, а я смотрю на то, кто он есть в Боге. То есть я смотрю на его дары, на его призвания, я смотрю на то, кто он в Боге, как Бог его сотворил изначально. И я благословляя его дух, я вызываю вот это вот творение. Вот. И когда я это делаю, то и исцеление души потом происходит, ну как, очень легко. То есть оно как быстрее, легче. Ну как, и те вещи, действительно, которые годами, они буквально за короткое время происходят, ну, безболезненно. Вот. И еще вот как часть тоже, как, когда я готовилась, ну первое, что у меня было вот после размышления, что мы богосовместимые. Вау! Круто! Класс! Амгрейд! Мы богосовместимые. Наша прошивка, внутренняя прошивка, то есть наш дух, он имеет совместимость с Духом Божьим. Бог есть, давайте духом, да, слушай, Бог есть свет, и мы есть свет. То есть мы свет от света. Мы сотворены из того же материала, который есть Дух Божий. Я есть свет, и во мне нет тьмы, потому что во мне есть свет Божий. Я искуплен Христом, я дух праведника, я праведен, мой дух праведен. Мой Отец, Бог Славы. Дух, какое Твое происхождение? Я произошел от Бога, от Отца Славы. Слава — это атмосфера в моем доме. Наша домашняя атмосфера — это слава. Я дыхание всемогущего. Я уникален и особен. Во мне нет лукавства. Я расту и укрепляюсь благодатью и премудростью Божией. Я люблю. Я люблю радоваться. Я простираюсь к Богу. Я соединяюсь со Христом. Я даю понимание. Я желаю Бога. Это то, как наш дух может откликаться на благословение, когда мы его благословляем. Я даю. Я даю. Я даю. То, что я вижу сейчас, я сейчас слушаю, потому что она сказала. «Безопасная зона». Смотрите, то, что дух благословляется, по сути, душой. То есть я вижу, как душа через почтение к духу. То есть первое, ты сказала, что нам надо осознать, во-первых, осознание, что мы есть дух, и у нас есть дух. И душа нуждается осознать это. И когда она благословляет, она, по сути, через почтение к духу. То есть она вдруг, она начинает, когда она его не видит, когда она его не осознаёт, она вынуждена занимает его, и пытается занять его место. Но вот через эти благословения, она как разворачивается с почтением, как жена к мужу. То есть она поворачивается, она говорит, я почитаю тебя. И вот это безопасная зона, чтобы не голдовство было. Да, да, да. Он как ребёнок, как в душе. Спасибо, Вика, это очень важно. И Давид, в псалмах, мы можем видеть разные псалмы, там есть, что дух благословляет душу, благослови душа моя Господа. И есть, когда душа благословляет дух. Сейчас местописание я не помню, но то есть вот это вот классно. Хорошо. Знаете, что мы можем сделать? Я могу вот это благословение читать? Давайте. Ну, поскольку у нас здесь больше, чем один дух, да? Да. Вот, то мы будем принимать... Принимать... Давайте распахнём свой дух. Причём тоже интересно в этих свидетельствах, Артур пишет, что многие из наших духов, ну, мы, мы, мы наш дух, я дух Христов. я не какой-то другой дух, я тот дух, который Господь дал мне. что наш дух, он был в разном месте, в разное время. Наш дух, он может быть сокрушённым. Ну, и наш дух может не чувствовать себя безопасно. Ну, и дух кого-то из нас, он долго прятался и не показывался. И дух кого-то, он был вовлечён, и он был на виду. Ну, и он уже научился соприкасаться с друг, ну, дух духу. И, и здесь, ну, мы сидим, и здесь разные, разные люди сидят. И, и я просто говорю сейчас нам, находящимся здесь, в этом зале, дух, ты можешь слушать Слово Божие? Ты можешь слушать благословение Отца? Ты не обязан показываться или становиться в то место, которое для тебя сейчас некомфортно, или то место, в которое ты сейчас бы не хотел становиться. Ты не обязан открываться больше, чем то, на что ты готов сегодня. Я призываю твой дух ко вниманию. послушай благословение Господа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Благодать Господа нашего с Духом твоим. Я благословляю тебя во имя Отца Духов, как он назван в Евреям 12.9. Притом, если мы, будучи называемыми плотскими родителями нашими, боялись, наказываемы, боялись их, то они гораздо ли более должны покоряться Отцу Духов, чтобы жить? Послушай Слово Бога к тебе. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший Дух человека внутри Его. Захария 12.1. И дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Иезекииль 36.26. Я благословляю тебя пониманием того, что твой Создатель, твой Небесный Отец, сотворил и сформировал твой Дух. Я благословляю тебя осознанием того, что сама сущность того, кто ты есть, была помещена глубоко в твой Дух до того, когда были заложены основания земли. Внутри своего Духа ты несешь ДНК своего Небесного Отца. Дух, я благословляю тебя проводить свое время и иметь стиль жизни, наполненный открытиями о природе и характере твоего Отца и Христа в тебе, надежды славы. В своих открытиях о том, кто есть Бог, ты откроешь и пробудишь свой Дух к тому, кто ты есть в Нем. Дух, я благословляю тебя добрым подарком от Бога, неразделенным целостным сердцем, правильными желаниями и новым Духом. Я благословляю тебя покаянием от бунта и обид. И я благословляю тебя сердцем единым, нежным и мягким, чтобы послушаться Богу, как тот, кто есть истина по-настоящему Его. Дух, я благословляю тебя способностью разделять между своей Душой и своим Духом. Здесь можно имя называть, например, Лариса, я благословляю тебя способностью разделять между своей Душой и своим Духом. Я благословляю тебя отличаться от тех, кто в этом мире, отличаться высоким, превосходным Духом, ведением и разумом, который твой Отец вложил внутрь тебя. Я благословляю тебя познанием того, что это именно Дух в человеке, дыханием Вседержителя даёт тебе разумение. Я благословляю тебя всецелостностью сердца и верностью твоему Отцу в своём Духе, отличающихся от других, чтобы тебе получить все его добрые обещания благословений и чтобы они могли быть твоими, чтобы тебе иметь полное богатое духовное наследие. Я благословляю тебя обновлением твоего Духа в Господе. Я благословляю тебя быть примером для других в слове, в поведении, в любви, в Духе, в вере и в чистоте. Я благословляю тебя обещанием от твоего Господа Иисуса, которое Он дал тебе, что слова, которые Он даёт тебе, это те слова, которые Отец дал Ему. Я благословляю тебя познанием того, что ты наполнен Его словами, и твой Дух внутри тебя побуждает тебя высвобождать их с огромной радостью и ожиданием. Я благословляю тебя осознавать свою нужду в Боге, потому что Он обещает, что Царство Небесное будет дано тебе. Я благословляю тебя утверждаться владычественным Духом. Я благословляю тебя сосредоточиться на Боге. Я благословляю тебя присутствием Святого Духа, который восстанавливает тебе радость твоего спасения и даёт тебе желание, располагая твою волю, жить в послушании Ему и гармонии с Ним. Я благословляю тебя посвящением беречь свой Дух, наблюдать за Духом Своим и сохранять, выполнять благочестивые заветы с членами своей семьи. Я благословляю тебя быть Духом, в котором нет лукавства. Я благословляю тебя Духом, который полностью предан Богу, Богу Истины. Я благословляю тебя внутренней красотой нежного и спокойного Духа, что драгоценно пред Богом. Я благословляю тебя Духом, который стремится к Богу в ночи и томится о Нём утром и жаждет Его утром. Я благословляю тебя возрастать и укрепляться Духом, наполняясь мудростью и благодатью Божией. Я благословляю тебя во имя Отца Твоего Духа. Хорошо. Хорошо. А можно коротенько, я просто чувствую, что это важно, начеркнуть? Дело в том, что Лариса, мы знаем, что она директор Life International, и это связано с детьми и будущими рождёнными детьми. Я чувствую, что это благословение растекалось сейчас ещё на детей, потому что это место, это гора, это молительная комната, молительная гора, поэтому это растекалось не просто здесь, это растекалось ещё в жизни детей. Спасибо.